Накануне губернатор провел встречу непосредственно с аграриями. На площадке ЗАО Калининска он обсудил подготовку к проведению посевной кампании. В обсуждении участвовали руководители сельхозкомпаний, снабжающих организаций, а также контролирующих ведомств. На встрече присутствовала и наша съемочная группа. Открывая встречу, Игорь Руденя поблагодарил кампании, участвующей в сборе гуманитарных грузов для участников специальной военной операции. Эти тонны продукции, которые ежемесячно отправляются на передовую, это прежде всего заслуга вас, ваших коллективов. Причем делайте это, то называется, по зову сердца. Тверская область продолжает вносить серьезный вклад в продовольственную безопасность страны. По итогам прошлого года Верхневолжье заняло первое место в ЦФО по индексу производства сельскохозяйственной продукции. Рост составил у нас 17,4%. У нас увеличились объемы практически по всем традиционным для нашего региона направлением производства. Это мясо, молоко, картофель. Для нас это рекордная урожайность. За последние 16 лет по зерновым и зернобобовым культурам в среднем за последние 5 лет объем производства в области вырос на 38%. В регионе продолжается реализация инвест-проектов в сфере АПК. Аграрии Верхневолжья могут рассчитывать на государственную поддержку. Небольшое крестьянско-фермерское хозяйство Ястребов и Брат получило финансирование на покупку техники. Получили господдержку. У нас новое МТЗ Беларусь совсем на весны. Господдержка была, скажу, около 5 миллионов рублей. 10% мы от этой суммы внесли сами. Среди актуальных задач в агропромышленном комплексе подготовка к весенним полевым работам. Развитие всесторонней поддержки производителей. Ввод в оборот неиспользуемых земель сельхоз назначения. Так, посевные площади льна планируют увеличить до 800 гектаров. Среди растеневодческих хозяйств, которые занимаются этой культурой, Green Fuels в Ржевском районе. В 2023 году начали заниматься также льном. В 2024 году мы планируем продолжать заниматься льном. Культура достаточно непростая, требует большого внимания. При этом у нас посевные площади по льну в 2024 году по сравнению с 2023 вырастут на 20%. В числе приоритетов агрокомплекса глава региона назвал привлечение кадров и молодежи в сельское хозяйство. На встрече аграрии обратились к губернатору с вопросом об увеличении финансовой помощи на весенние полевые работы, а также другие направления деятельности. Игорь Руденя поручил ответственным региональным министерствам проработать этот вопрос. В завершении Игорь Руденя обратился к участникам встречи. Представителям агропрома вместе с жителями всей страны важно стать участниками важнейшего события – выборов президента Российской Федерации с 15 по 17 марта.